Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в курсе словообразования мы поговорим о вопросах функционирования и происхождения словообразовательных единиц. Исчерпав предмет словообразования как системной части языка, мы поговорили уже о внешних системных связях словообразования, с другой областью языка, с морфологией, с частями речи. И вот теперь мы выходим вообще за рамки той части языка, которая представляет собой систему, вот того ядра, на которое мы опираемся при описании языка, систематическую основу языка. Мы сегодня поговорим о функционировании словообразовательных единиц. Сравнивая языкознание и биология, можно сказать, что если раньше мы говорили о строении живого организма, вот теперь мы поговорим о его поведении, о том, как он живет, мы поговорим о поведении морфем. Ну и с этим вопросом органически связывается, конечно, вопрос о происхождении морфем и о происхождении каких-то словообразовательных структур, потому что происхождение это все-таки вопрос, связанный с движением, с изменением, и тут так или иначе поведение единиц проявляется. Нужно сказать, что вопрос о происхождении рассматривает, конечно, этимология, и мы уже говорили об этимологии, но мы еще раз возвращаемся к подобным же вопросам, но как бы на более скромном уровне, что ли. Мы не будем погружаться в историю, которая углубляется за пределы русского языка современного, мы будем говорить о тех изменениях, которые произошли вот от древнерусского языка до русского, вот, поскольку мы говорим, собственно, о словообразовательных изменениях, об изменениях в образовании слов внутри одного языка. И мы не будем касаться также стороны лексического значения, не будем касаться звуковой стороны, а в основном поговорим именно об изменениях, касающихся словообразовательной структуры, как произошли те или иные словообразовательные изменения, как изменились те или иные слова с точки зрения словообразовательной. Ну, начнем мы все-таки, как и было заявлено, с поведения словообразовательных единиц, выражаясь научным языком, с их функционированием. Нужно сказать, что основной особенностью словообразовательных единиц является то, что они сочетаются, комплектуют слово, встают подряд, друг за другом объединяются, и в результате появляется материальная оболочка слова, а также в результате сочетания значений получается значение слова. Добавление деривационного значения к значению производящей основы обо всем мы уже говорили в предыдущих лекциях. Но нужно сказать также, что не все морфемы и не всегда могут сочетаться, поэтому следует выделить несколько видов ограничений сочетаемости морфем. Эти ограничения могут быть семантические, то есть смысловые, выражаясь русским словом, словообразовательные, собственно, словообразовательные, формальные ограничения, которые касаются звуковой стороны языка, стилистические ограничения, и также лексические ограничения, отличающиеся от семантических. Здесь речь пойдет не столько о значении, сколько о наполняемости лексической системы языка. Так вот, рассмотрим с примерами все эти виды ограничений по отдельности, в чем и будет заключаться наш разговор о поведении словообразовательных единиц. Ну, а уже в примерах мы увидим конкретные отношения между словообразовательными единицами, которые возникают, либо не возникают, как единицы себя ведут. Ну, вот что касается семантических ограничений. Семантическими ограничениями называются такие, которые проявляются в несовместимости морфем по смыслу или по значению. Например, суффикс действующего лица «тель» не сочетается с основами существительных. Вот можно сказать «писатель», «читатель», можно сказать «деятель». Есть суффиксы специальные для того, чтобы образовывать существительные со значением лица от других существительных. Например, «банщик» от слова «бани» или «переплетчик» от слова «переплет». Ну, там можно от слова «переплетать». А вот «банщик» точно совершенно от слова «бани», суффикс «щик». А вот суффикс «тель» нельзя так употребить. Никакому существительному суффикс «тель» прибавить нельзя по значению, потому что «тель» обозначает обязательно действующее лицо, а не человека по связи с предметом. Другим примером семантических ограничений может быть суффикс «ша», который сочетается лишь с наименованиями лиц мужского рода по профессии, а по другому признаку сочетаться не может. Например, «кондуктор» — «кондукторша», «директор» — «директорша», «генерал» — «генеральша», «адмирал» — «адмиральша». Ну вот надо чуть расширить, конечно, не только по профессии, но и по должности. Но бывают наименования лица по другому признаку. Например, «сосед». Тут образуется слово «соседка» или «толстяк». Образуется слово «толстячка». Используется суффикс «ка». А вот суффикс «ша» в данном сочетании никак возникнуть не может, потому что его функционирование ограничено по смыслу. Он сочетается только с существительными, обозначающими род деятельности. Еще один пример словообразовательного семантического ограничения. Суффикс «овод» со значением «неполноты» может сочетаться только с прилагательными с отрицательной окраской, а с прилагательными с положительной окраской суффикс «овод» сочетаться не может. Обратимся к примерам. Например, «глуповатый» от прилагательного с отрицательной окраской «глупый». «Староватый» от прилагательного с отрицательной окраской «старый». Но никак нельзя образовать такие прилагательные, как «умноватый» от «умный» или «молодой» с суффиксом «овод», Молодоватые, поскольку эти прилагательные с положительной окраской. Обратимся теперь к словообразовательным ограничениям в области сочетания морфим. Невозможно использовать некоторые основы в качестве производящих. То есть некоторые основы замыкают собой словообразовательные цепи, являются итогом, окончательным пределом. И никак дальше за ними словообразование продолжаться не может. Это и есть так называемые словообразовательные ограничения. Например, желтенький, малехонький, большущий, высоченный, разного рода прилагательные выражающие степень проявления признака уже не могут быть использованы для дальнейшего словообразования. Вот, например, от слова «желтый» можно образовать глагол «желтеть». Да, вот от «желтенький» нельзя. «Желтенький» никак не образуется совершенно невыговариваемое слово. Я приношу извинения за такое искусственное образование. Но оно потребовалось для лучшего понимания проблемы. То есть вот словообразовательная цепь замкнута. Что касается формальных ограничений, то формальные ограничения проявляются в невозможности существования некоторых звукосочетаний. Ну, например, нельзя поставить несколько согласных в большую группу, довольно сложную. Поэтому от основ «парк» и «воск» нельзя образовать прилагательные с суффиксом «н», а можно образовать только с суффиксом «ов», «парковый» и «восковой». А вот сочетания звуков «ркн» и «скн» настолько неудобны для русского человека, что эти сочетания не могут быть использованы. И, соответственно, формальное ограничение накладывается на использование суффикс «н». Он не прибавляется к основам, в конце которых есть два и более согласных подряд стоящих. Следующий тип ограничений, о которых мы поговорим, это ограничения стилистические. Стилистические ограничения касаются уже не всех случаев обязательно данной системы, а являются лишь тенденцией. Стилистические ограничения обусловлены тем, что в языке есть морфемы с разной стилистической окраской. И эти морфемы могут сочетаться весьма редко. И, в общем-то, можно сказать так, что сочетание этих морфем стилистически употреблено. Хотя, конечно, сейчас, когда мы будем рассматривать пример, еще раз я скажу, что мы увидим, что это всего лишь тенденция. Что в конечном итоге, если захотеть, в стилистически маркированной функции, какой-то там функции насмешки или функции иронии, можно употребить подобное сочетание. Но все-таки оно запрещено с точки зрения стиля. Хотя и не абсолютно. Обратимся к примерам. Является нежелательным стилистическое сочетание разговорных суффиксов «ущ», «ен», который употребляется в таких прилагательных, как «жирнющий», «вреднющий», «здоровенный», «толстенный». Является нежелательным их сочетание с книжными основами, а особенно с основами с положительным значением, таким как «культурный» и «активный». Но я думаю, что никто не рискнет образовать форму «культур» и там «ущ» еще добавить «культурный», «ущ» никак не образуется такое прилагательное. Но есть и такие примеры, когда все-таки образовать можно. Можно использовать, но это будет стилистической игрой, это будет совершенно явно сделано с целью проявить иронию. Такие сочетания касаются, например, возможности сочетать суффикс «онок» с корнем «свин», образовать «свиненок» и назвать так ребенка, скажем, для того, чтобы проявить негативные к нему отношения. Ну и, наконец, лексические ограничения. Что касается лексических ограничений, то они вызваны тем, что в системе не всегда бывает места для нового слова. Оно может быть занято словом с таким же совершенно значением, а может быть занято словом с таким же совершенно звучанием, то есть аммонимом. Рассмотрим и тот, и другой пример. У слов «пилот», «штукатур», «электрик» нет пар женского рода, поскольку пары женского рода с суффиксом «к» не могут образоваться. Имеется уже подобного рода образование суффикс «мк» – пилотка, штукатурка, электричка, и обозначают они совсем другие предметы. Это вот как раз тот случай, когда слово «образование» невозможно потому, суффикс «мк» невозможно потому, что место в системе уже занято словом аммонимом, потенциальным аммонимом с другим совершенно значением. Но так как потенциально аммоним есть, то он не дает возникнуть второму слову с таким же значением. То же самое можно сказать и о словах, скажем, корейка, полька, китайка. Корейка обозначает сорт обработанного мяса, китайка обозначает яблоко, полька обозначает танец. Поэтому от слов «кореец», «китаец», «поляк» образуются женские корреляты, соответственно, «кореянка», «китаянка» и «полячка». К слову сказать, нужно упомянуть, что «полячка» звучит на самом польском языке оскорбительно, и поэтому представительницы польской национальности, общаясь с русскими людьми, нередко просят, чтобы говорили именно «полька», тогда как по-русски так называется танец. Тут слово «образование» препятствует именно лексическое обстоятельство, место в системе уже занято. Бывает так, что место в системе занято не словом с такой же формой, а словом с таким же значением, и уже избыточно употребление будет другого слова. Хотя, еще раз говорю, это вот как и стилистическая закономерность, это только тенденция, которая может быть нарушена. Обратимся к примерам. Например, есть слова «поросенок», «цыпленок», «жеребенок», «ягненок». И эти слова, которые соответствуют словам «свинья», «курица», «лошадь», «овца», как название детенышей, они делают невозможным образование соответствующих слов с суффиксом «онок» от этих основ, от основ слов «свинья», «курица», «лошадь», «овца». Ну, как я уже и говорил, все-таки слово «свиненок» может быть образовано для экспрессивной речи и использовано, но это совершенно явно будет какая-то языковая игра, это будет ход против, вот, и мы против закона, и мы это почувствуем, что это ход против закона, игровой, оценим, может быть, эмоциональность того, кто высказался. Вот, но при этом именно само ощущение игры, само ощущение эмоциональности рождается из того, что мы движемся против некоторой тенденции. Если бы ее не было как таковой вообще, то мы не говорили бы тогда о том, что есть игра, есть эмоциональность, есть выразительность, вот в этом самом слове «свиненок». Вот, ну, поговорив о некоторых ограничениях, которые возможны в словообразовательной сфере, еще раз замечу, что ограничения могут быть семантические, словообразовательные, формальные, стилистические и лексические. Хотелось бы сказать также о продуктивности и непродуктивности различных словообразовательных моделей, типов, словообразовательных формантов. Нужно сказать, что вот это понятие продуктивности и непродуктивности, оно совершенно необходимо в словообразовании, поэтому в предыдущих лекциях оно было уже использовано. Я надеюсь, что в силу внутренней формы самого термина оно было понятно в какой-то мере, но хочу еще раз на нем остановиться, чтобы дать точное научное определение понятия продуктивности вот именно в той теме, которую оно касается. То есть в теме поведения языковых единиц, существования языковых единиц. Кстати, само понятие продуктивности переводит нас из области поведения языковых единиц в область уже истории языковых единиц. Потому что продуктивность может быть разной. Может быть продуктивность эмпирическая, которая касается истории, а может быть продуктивность системная, которая касается современного языка. Итак, обратимся к самому понятию. Что же такое продуктивность? Продуктивность словообразовательных типов, аффиксов и способов словообразования – это способность служить образцом, материалом для построения новых слов. При этом, как уже было сказано, продуктивность бывает двух типов. Бывает продуктивность эмпирическая – это свойство словообразовательного типа служить образцом словообразования в определенную эпоху. То есть у слова или у модели, которая имеет эмпирическую продуктивность, у слова образовательного типа, обязательно должно быть множество новообразований. Причем новообразованиями здесь называются не обязательно новые слова, которые, может быть, давно образованы, но сохранились в языке и существуют до сих пор, мы их ощущаем, как слова, образованные по этой модели. Так вот, довольно давно образованы слова, но все-таки представляют эмпирическую модель, такие как весло, седло, пойло, стойло, крыло. И лишь одно из этих слов отошло уже за пределы понимания словообразовательной модели. Мы понимаем, ощущаем, что весло образовано от глагола «вести», седло от глагола «сидеть» с суффиксом «л», пойло от глагола «поить» с суффиксом «л», стойло от глагола «стоять» с суффиксом «л». И только крыло не очень понятно, но я уже объяснял его в одной из предыдущих лекций, оно образовано от глагола «крыть». «крыло» — это то, что кроет или то, чем кроет. Итак, вот в данном списке слов мы видим пример продуктивного словообразовательного типа, хотя некоторые слова уже перешли в непроизводные в русском языке, вот «крыло», например. С другой стороны, кроме продуктивности, которая сохраняется исторически, можно выделить и продуктивность эмпирическую в современную эпоху. Так вот, в современную эпоху есть непродуктивный эмпирический тип слов, образованных от глаголов с суффиксом «с», от глаголов «плакать» и «хныкать», «плакса» и «хныкса». Других образований здесь нет. И есть современный продуктивный тип, который образован от самых разных глаголов, служит для образования от самых разных глаголов существительных суффиксом «еней». Например, сложение, умножение, определение, подчинение, принуждение. Ну, это вот довольно-таки еще распространенные слова, хотя совершенно определенно подчинение и принуждение уже стилистически окрашено, относится к официально деловому стилю отчуждения. А дальше мы возьмем два научных слова «цветение», довольно-таки привычное в русском языке, и слово «колошение», которое происходит от глагола «колоситься». И реально и широко используется биологам, которые занимаются культивацией пшеницы и других злаков, используются в работах. Но является совершенно определенно совсем свежим новообразованием в русском языке. Ну, может быть, лет 20-30, может быть, такому слову, максимум 50. Из чего мы можем сделать вывод, что слово «образование» с суффиксом «еней» от глагольного образования существительных, оно является эмпирически продуктивным типом в современном русском языке. Но нужно сказать, что тип, конечно, такой не один, и что и с суффиксом «аней» много образуется слов, то же самое вычитание, какое-нибудь слово. Вот здесь были сложения и умножения. Или активно образуются слова с суффиксом «ость», хотя есть и довольно старые, такие, как «злость», «глупость», но довольно новое образование «совестливость» от глагола «совестливый» с суффиксом «лив». Простите, от прилагательного «совестливый» с суффиксом «лив». То есть мы можем наблюдать довольно большое количество эмпирически продуктивных типов в современном русском языке. Но есть и другое представление о продуктивности. Это представление касается продуктивности системной, то есть проявляющейся не в реальном языке, а в возможности. Что же такое системная продуктивность? Это принципиальная возможность или отсутствие ограничений в словообразовательном типе. То есть для того, чтобы говорить, что словообразовательный тип системно-продуктивный, совершенно необязательно иметь ряд, длинный ряд слов, образованных по одному и тому же типу или образованных одним и тем же способом, с одним и тем же формантом. Мы можем иметь и одно слово, и два слова, наговорить о том, что тип продуктивный, потому что никакие ограничения, которые были перечислены в начале лекции, не касаются данного типа. Приведем пример. Вот уже упомянутый пример. Плакс и их ныкса. Вот этот тип вполне может считаться системно-продуктивным, хотя эмпирически он не продуктивный. То есть на деле по этому типу всего два слова образованы, но никаких системных ограничений тут нет. Соффикс «а» не употребляется ни в каких других значениях, на всяком случае в глагольных существительных. Поэтому можно широко его применить и можно себе представить такую ситуацию, что в какой-нибудь детской сказке, в каком-нибудь другом детском произведении стихотворений автор вдруг составит такое слово. То есть принципиальная возможность составить слово по такой модели есть. И ничем не ограничена. Вот это и называется системной продуктивностью. Ну и теперь поговорив о продуктивности и непродуктивности, уже коснувшись вопросов исторических, потому что мы видим, что продуктивность это явление, касающееся процесса образования слов, а не результата. Хотя, конечно, можно описать ее и как явление, касающееся именно результата. Мы переходим к разговору о происхождении морфем и словообразовательных структур. Что касается происхождения морфем, то надо сказать, что по этому вопросу можно было бы много интересного рассказать. Но, к сожалению, нет обширных источников, или я их не знаю, в которых морфемы были бы классифицированы по происхождению. Есть, конечно, некоторые типичные указания на то, что те или иные морфемы заимствованными являются из такого-то языка или из другого языка. Но в основном исследуется именно происхождение слов, заимствование слов из того или иного языка. Что же касается происхождения морфем, то все-таки некоторые примеры привести надо, чтобы почувствовать, что иногда идет заимствование не целого слова, а одного только кирпичика слова, приставки или суффикса для конструирования своих слов. Но, прежде всего, большое количество морфем, употребляемых в современном русском языке и, в общем-то, довольно сильно обрусевших, невоспринимаемых уже как заимствованные, взято из церковно-славянского языка. Обратимся к примерам этих морфем, данным в целых словах, выделим эти морфемы в словах. Например, в слове «бедствие» мы видим суффикс «ств». Этот суффикс по происхождению церковно-славянский. Ну, а если дальше смотреть вглубь веков, то старославянский суффикс. Можно и другие слова с этим суффиксом найти. Ну, например, «братство». Есть суффикс «в», который мы находим в таких словах, как «битва», «жатва». И в таком замечательном слове церковно-славянского происхождения, но ставшем, к сожалению, грубым, как «жратва». Исходное слово имело гораздо более высокий смысл, чем в современном языке. Также церковно-славянский суффикс. Церковно-славянскими являются такие приставки, как «воз», «низ», «пре». Церковно-славянское «пре» соответствует русской «пере». Здесь на нашем экране мы видим такие примеры, как «воздать», ну, совершенно явно церковно-славянское слово, «низвергнуть», «претворять». Но мы можем найти и примеры с приставкой «воз» и приставкой «пре», где слово не будет выглядеть таким архаичным церковно-славянским. Ну, например, какое-нибудь там слово «возместить» или слово «прервать», которые сильно обрусели уже и не сохраняют даже оттенка книжности, а тем не менее являются содержащими церковно-славянскую по происхождению приставку. Интересный суффикс «ынь», церковно-славянский заимствован, суффикс, который обозначал предмет, а чаще все-таки конкретно лицо, женского пола, а если обозначал предмет, то существительное образованное было женского рода. Например, святыня, твердыня, ну, и сюда же можно отнести рабыня, гусыня и так далее. Как ни странно, слово «гусыня» будет церковно-славянским по происхождению. Суффикс «им» также является церковно-славянским, например, слово «тамимый». Кроме церковно-славянских суффиксов и приставок, которые обрусели, в русском языке большое количество так называемых интернациональных суффиксов и приставок, но если вглядеться в них пристальнее, то в них можно узнать элементы, происходящие из греческого и латинского языка. Так вот, например, из греческого языка происходят такие приставки, как «архи», «архифонема», например, «анти», «антитеза», «псевдо», «псевдоним», «прото», «прототип». Довольно широко употребляемое и, в общем-то, воспринимающееся уже как довольно естественное в русском языке. «Пан», «пандемия». Но вот это слово заслуживает особого разговора. Что такое «пандемия»? «Пандемия» — это такая ситуация, когда болеет уже большая часть населения, следующая за эпидемией. «Пандемия» — это еще хуже, чем эпидемия. Нужно сказать, что приставочка «пан» обозначает «все», «всех». Но иногда еще встречаются такие слова, как «пангерманизм», «панславизм», не очень приятные учения о происхождении всех языков или о происхождении всех народов от одного народа, от германского, славянского и так далее. Есть и другие греческие приставки. «Авто», например, «автограф», «микро», «микротрещина», «макро», «макромир». Но вот они по значению по-своему еще находятся где-то на пути между корнем и приставкой. И если мы вспомним лекцию, касающуюся разнообразия морфем, то там было сказано в нашем курсе, что вот такие элементы не называются еще префиксами в науке, а называются префиксоидами, то есть элементами, подобными приставками. Ну а теперь перейдем к разговору о латинских приставках и суффиксах. В латинском языке были и попали в русский язык такие компоненты, как инфра, инфракрасный, ультра, ультразвук, контр, контрудар, интер, интерактивный, квази, квазинаучный, ификаций, суффикс замечательный, газификация, электрификация и суффикс аций, суффикс существительных, апробация, например. К сожалению, на этом мы останавливаемся в разговоре о происхождении словообразовательных элементов, в частности, аффиксов, потому что, конечно, происхождение корней, оно всегда идет вслед за происхождением слов, и это вопрос исследованный, да, вот происхождение аффиксов, оно вроде бы довольно-таки известно, и вместе с тем нет полного описания происхождения аффиксов русского языка, или, во всяком случае, еще раз оговорюсь, мне не удалось его найти. Но можно сказать, что определенные аффиксы произошли из немецкого языка, из итальянского языка, и, может быть, в современном языке есть уже какие-то укоренившиеся аффиксы из английского языка, потому что большое количество английских слов заимствовано. Но в нашей лекции дальше разговор об этой конкретной проблеме не пойдет, поскольку у нас осталась еще одна очень интересная часть нашего разговора о происхождении, собственно говоря, основ или о происхождении корней. Здесь мы углубимся, собственно, в русский язык, мы уже не будем смотреть на заимствование, потому что заимствованием была посвящена особая лекция в курсе лексики, и потому что о заимствовании их мы говорили, говоря об этимологии. Посмотрим внутрь основы, посмотрим, из чего основа сложилась, как она видоизменилась, какие словообразовательные процессы происходили в тех или иных основах, собственно, в русском языке. А процессов таких довольно-таки много. Вот, например, слово «брусника», которое в современном русском языке является неделимым, происходит от утраченного в русском языке древнерусского глагола «брусити», который обозначал «гладить, точить». Почему «брусника» связано именно с таким глаголом? Потому что спелые ягоды «брусники» легко срываются, «брусятся», выражаясь по-древнерусски. А от того же глагола «брусити» произошло слово «брус». Особая форма обработки дерева, гладко оструганная, то есть тоже связанная со значением «гладить, точить». Таким образом, слова «брусника» и «брус» возводятся к одному и тому же корню. Интересно слово «ведьма», происходящее от слова «ведать» и «знать». То есть «ведьма» — это женщина весьма сведущая, умная, приобрело это слово весьма и весьма негативный оттенок, и того значения, которое было в нем исторически, не сохранилось. Сейчас даже трудно себе представить. Слово «впечатление», которое мы сейчас уже никак не связываем со словом «впечатать», тем не менее происходит от этого слова. И я думаю, что стоит даже образованному человеку, знающему русский язык, задуматься над происхождением этого слова, как он и сам поймет. То есть, несмотря на наш разговор о том, что народной этимологией заниматься не стоит, и что этимологизация — это сложный процесс, нужно обладать разветвленными знаниями, что касается некоторых слов, то тут все-таки можно установить словообразовательные связи, ну, какого-то такого неглубокого уровня. Слово «внушить» требует уже погружения в прославянскую эпоху, реконструкции. Слово «внушить» образовалось от приставочки прославянской «вн», от которой к современному этапу осталось только «в» в других словах. А вот в слове «внушить» все осталось. И слово «ухо». «Внушить» — это то есть что-то нашептать в ухо. «В ухо». «Внушить». «Вн ухо». Ну, не знаю, насколько может современный русский человек осознать такую этимологию, пользуясь своим знанием языка, но весьма вряд ли. Но вот это уже, конечно, этимология глубокая. Мы видим, что тут произошел определенный словообразовательный процесс. Была приставка, был корень, и они объединились и слились в один неделимый корень. А проще не произошло. Слово «дворец», которое происходит от слова «двор». Но это еще довольно-таки очевидно в современном этапе. Однако утрачена смысловая связь. Ну, можно себе представить, что дворец строился для двора. Двором называли не только территорию, но и, собственно говоря, свиту царскую. И двор как территория, и двор как свита связаны по значению со словом «дворец», с исходным значением. Слово «знак» очень трудно установить смысловую связь, но в слове «знак» исторический корень не такой, как сейчас «знак», а «зн», тот же самый, что и в глаголе «знать». То есть, знак – это предмет, который знают, предмет, который нужно знать, чтобы понимать. Кстати, здесь такой вот исторический словообразовательный анализ подводит нас и к лучшему пониманию современного значения слова. Потому что всякий знак носит условный характер, всякий знак является результатом социального договора, договора людей. И чтобы его понимать, нужно участвовать в договоре, то есть, собственно говоря, знать об этом договоре. Вот. Значение слова «знак» исходное добавляет нам понимание современного значения этого слова. Интересное слово «зодчий». Его происхождение нельзя определить, ну, путем просто, так скажем, логического усилия не специалиста, попробуя там притянуть какие-то похожие слова. А если разобраться, то становится понятным, откуда оно произошло. Так вот, слово «зодчий» произошло от слова «здати» в значении «творить», «строить» от утраченного древнерусского глагола «здати». От этого же корня «зд» произошел и современный глагол «создать». Вот. То есть, «зодчий» — это тот, кто что-то создает, творит, строит. Ну, естественно, значение вполне отвечает словообразовательной структуре. Суффикс «чий» со значением «деятеля» и корень «зод» со значением «творчество». Вот. Человек, строящий «зодчий». Но сейчас мы, конечно, тут суффикса «корень» уже не выделяем, они слились, слово приобрело новое нераздельное значение. Вот. И нужно сказать также, что слово «зодчий» свойственно родственно современному глаголу «зиждится», который, хотя и является довольно малоупотребительным и книжным, стилистически окрашенным, но все-таки еще существует в русском языке. Вот. Есть и какая-то звуковая параллель между словом «зодчий» и словом «зиждится», если вдуматься, связь еще осталась. Теперь поговорим о названиях денег. Оба традиционные русские названия денежных единиц, самый распространенный рубль и копейка, имеют довольно прозрачную историю. Вот. Любят эту историю рассказывать на уроках истории, на уроках москвоведения, там и так далее, в современной школе. Вот. Но я думаю, что все-таки, несмотря на такую активную пропаганду, еще кому-то, может быть, и новое будет сведение о происхождении этих слов, об их исходной словообразовательной структуре в русском языке. Слово «копейка» произошло от слова «копье», потому что на «копейке» исконно, как и сейчас, была изображена икона с Георгием Победоносцем, у которого копье в руках, и поэтому на всякой «копейке» было копье изображено, длинное-длинное, обращавшее на себя внимание. Слово «рубль» происходит от слова «рубить». Тут нужно вспомнить другую традицию. Дело в том, что золотые слитки, служившие средством обращения денежного в России, называемой гривной, не в России, а в Киевской Руси, при необходимости рубили на куски. И эти куски тоже могли служить средством обмена деньгами. И вот такой отрубленный кусок первоначально и называли «рубль», откуда произошло современное слово. Довольно понятно значение слова «коньки», разве что ребенок только не поймет его происхождение. Это слово появилось из корня «конь» и суффикса «к» уменьшительного. Но в современном виде слово «коньки» с конем не связывается на современном уровне словообразования, поскольку уже совершенно другое значение у него. Можно, конечно, коньками называть маленьких коней, но это будет аммоним к слову «коньки», в смысле то, на чем катаются. И поэтому мы рассматриваем словообразовательную структуру слова «коньки», состоящую из «конь» и суффикса «к», как историческую. В современном языке уже там выделяется только корень «коньк». Слово «коричневый» произошло от корня «кориц», слова «корица» и суффикса «нев». Нужно сказать, ну точнее «ев» с добавлением для удобства произношения «не». Нужно сказать, что вот об этом словообразовательном изменении можно догадаться. Здесь слово «корица» уже не важно, поэтому мы перестали осознавать корень «коричь», а стали осознавать корень «коричнев» вместе с суффиксом. И слова утратили словообразовательные связи. Но все-таки если подумать, то по сходству формы еще довольно легко можно определить, что слово «коричневый» именно от корицы произошло. И тем более, что цвет-то у корицы такой и есть, коричневый. Слово «крыльцо» происходит от слова «крыть». «Крыльцо» — это то, что покрыто. Образовано от корня, от основы «кры» с помощью суффикса «ц» с звуковым добавлением «ли». От того же глагола «крыть», как мы уже говорили, образовано слово «крыло». И оттуда же образовано и слово «крыша». Все эти связи утрачены, поскольку в словах «крыльцо», «крыша» и «крыло» уже нет значения покрывать что-то. Это не обязательно то, что покрывает, во всяком случае, не обязательно так рассматривается. Но, тем не менее, нетрудно догадаться, что все это может что-то покрывать, и «крыльцо» и «крыша» обязательно покрывают. Значит, связь с глаголом «крыть» историческая была. Слово «мешок» на первый взгляд совсем не производное в русском языке, на современном уровне, конечно, не производное. Может быть, однако, рассмотрено как производное в историческом плане. «Мешок» произошло от слова «мех» с чередованием «хэше» и суффиксом «ох» маленький. То есть, «мешок» — это маленький мех. Ну, по всей видимости, первоначально вот это вот самое вместилище, куда что-то накладывали, изготавливали из меха. Может быть, целую шкуру брали, зашивали там. Может быть, из клочков, не знаю, вероятнее всего, из целой шкуры. Но сейчас с мехом уже так не обращаются, и связь совсем утрачена. Догадаться вряд ли можно. Слово «наволочка». Первоначальную словообразовательную структуру этого слова определить несложно. А образованно от глагола «волочь» и приставки «на» — «наволакивать». Ну, сейчас мы уже как-то об этом не задумываемся, хотя и продолжаем «наволакивать» наволочку. Поэтому корень рассматривается уже как целый, не выделяется приставка «на». Она приросла к бывшему корню. Слово «порошок», которое произошло от слова «порох». Тут придется коснуться и лексических изменений, не только словообразовательных. Дело в том, что слово «порох» в древнерусском языке обозначало не, собственно, взрывчатое вещество, которого, кстати, и не было еще в Киевской Руси. Обозначало любое сыпучее вещество. А если порох, то есть сыпучее вещество, был очень мелким, то к нему добавляли суффикс «ок». Точнее, тогда еще не «ок», а суффикс из переднеязычного редуцированного и «ка». Под воздействием переднеязычного редуцированного «х» заменилось на «ши». Там произошло фонетическое влияние, которое потом превратилось в историческое чередование. И вот так мелкий порох, порошок, сохранился в исходном своем значении до сих пор. Очень мелкого сыпучего вещества. О порох со временем само слово было вытеснено своим производным словом «порошок» и приобрело другое значение. Теперь уже эти слова, наверное, далеко не каждый человек, не обладающий специальными знаниями, может связать. Слово «платок» по историческим сведениям происходит от слова «платить», поскольку была традиция платить кусками материи. Слово «стрелять» довольно нетрудно догадаться, происходит от слова «стрела». Первоначально означало «пускать стрелы». Теперь, конечно, словообразовательная связь утрачена. Слово «сутки» довольно интересно, образовано от корня «тка», сохранившемся в глаголе «тыкать». И приставочки «су», обозначающие совмещение «сутки» – это стык дня и ночи, совмещение дня и ночи. Слово «сутулый» образовано на той же приставочке «су» и корня «тул», который сохранился в слове «туловище». Сутулый, то есть, как бы, с соединенным туловищем, плечи нагнуты, соединены. Ну, вот такое, видимо, исходное значение. Слово «сплетни» происходит от глагола «сплести». И здесь, по всей видимости, первоначально был использован суффикс «не», который впоследствии присоединился к корню. Слово «вельможа» происходит от древнерусского слова «вельми», «много» и «может», которые сложились, и слово это было сложное по образованию, а теперь мы этого сложного образования не ощущаем, воспринимаем его как простое слово. Слово «заноза» образовано от приставки «за» и корня «нож». То есть, первоначально «занозой» называли «ножевую рану». И очень интересно, что при изменении значения любой предметный нож стал восприниматься как причина «занозы». А само слово «нож» первоначально было образовано от слова «нога», так как ножом называли «ножной меч». Можно еще много интересных этимологий привести, в частности, что, например, такие слова, как «кольцо» и «колесо» образовано от древнерусского слова «кола», обозначавшего круг, или о том, что слово «перчатка» образовано от слова «перст» с суффиксом «иц», первоначально «перстатица». Но, к сожалению, времени нам не хватает. Всех исторических словообразований ни в одной, ни в двух, ни в трех лекциях не расскажешь. Но я надеюсь, что тот материал, который был представлен, был достоин того, чтобы его представить, был достаточно интересным. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok